Расстояние между Самарой и Симферополем почти 2000 километров, но и по ту и по эту стороны Керченского пролива в этот день настроения одинаковые. 18 марта навсегда войдет в историю как день воссоединения Крыма с Россией. Два года назад жители полуострова проголосовали за то, чтобы жить в составе российского государства, и этот день уже два года носит название «Крымская весна». Июнь 2014 года. В Крыму проходят масштабные торжества, посвященные 70-летию освобождения полуострова от фашистов. Весной 1944 года здесь шли ожесточенные бои за стратегически важные для России города. Спустя годы событий военных лет крымчане вспоминают во время патриотических мероприятий. Знаковым событием в Сакском районе Крыма стало открытие после реконструкции мемориала девяти героев Советского Союза, которые в апреле 1944-го приняли на себя удар фашистского батальона в качестве почетных гостей на церемонии «Самарская делегация». По инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина жители региона собрали 5 миллионов рублей на реконструкцию комплекса. Впечатления, конечно, очень хорошие, очень хорошие. По людям, по лицам людей видны. Там сейчас возлагали были, люди плакали. Впечатляет это не только, может быть, для села, это даже для нас, Самарской области. Подобного рода мемориал был бы украшением, и не только украшением, а очень важным, воспитывающим фактором для молодого поколения, не только молодого поколения. Решение о реконструкции мемориального комплекса было принято в кратчайшие сроки, после того, как два новых субъекта федерации, Крым и Севастополь, вошли в состав России. По поручению высшего руководства страны, Сакский район стал подшефной территорией для Самарской области. Крымская весна открыла большие перспективы долгосрочного сотрудничества, начать которое решено с дела, которое навсегда останется не только в камне, но и в душе каждого. Теперь уже все меньше принято вспоминать о том, что Крым и Севастополь когда-то были за пределами российского государства. Солнечная республика настолько органично заняла свое место на политической карте, что сегодня уже никто не сомневается, что Крым и Россия – это одна судьба. А дата 18 марта, которая навсегда закрепила исторический выбор жителей республики, теперь ежегодно отмечается с ликованием как в городах и селах Солнечной Республики, так и во всех регионах России. Масштабные мероприятия в день воссоединения с Крымом проходят и в Самаре. Вот так шумно и радостно отмечали Крымскую весну в 2015 году. На площади Славы студенты организовали флешмоб «Самара любит Крым», который, как уверяют, был виден даже из космоса. А это 2016 год. Историческая дата. Воссоединение Крыма с Россией отмечается всенародно. Мероприятия проходят во всех регионах огромной страны. От Севастополя и Калининграда до Сахалина и Чукотки. В Самаре тысячи участников собрались на площади на так называемый флешмоб в поддержку жителей Солнечной Республики. Это студенты, преподаватели и все неравнодушные, кто счел важным для себя заявить «Мы вместе, и это здорово». Чувство патриотизма, то, что Крым, он наш, это наша территория, и мы с радостью, мы гордимся этим. С точки зрения туризма мы приобрели очень ценный ресурс. С точки зрения истории мы вернули себе русскую резиденцию царей, мы вернули себе дачу Чехова, мы вернули место, где Андрей Первозваный стал святым. Поэтому, что изменилось? Мы стали более культурные, стали более присущи к исторической памяти нашего народа. История, она не дает мне мыслить о Крыме как о чем-то отдельном. Он всегда был наш, и люди, которые там живут, и люди, которые там служат, мы с ними, а не с нами. Если песни, то про Россию и Крым. Если вальс, то непременно севастопольский. Сегодня в Самаре эта тема звучала повсюду. За те два года, что прошли с момента исторического воссоединения, в Солнечной Республике уже и не вспоминают, что когда-то полуостров находился по ту сторону государственной границы. Вернувшись домой, крымчане в полной мере ощутили поддержку российского государства. Исакский район – подшефная территория Самарской области. Между нами устанавливаются прочные и взаимовыгодные связи. Но куда более важно культурное и историческое значение того, что Крым теперь вместе с Россией. Крым всегда являлся русской землей. И огромными усилиями во время Великой Отечественной войны мы его отстояли. Это было полито кровью наших советских солдат. Карта России, она всегда включала в себя полуостров Крым. И когда мы приезжаем туда, мы же сами на духовном, на сердечном уровне ощущаем, что это родная земля. И особенно важно, что сегодня именно молодежь приходит на патриотические мероприятия. И Самарская область первая направила в Крым своих волонтеров, помощь жителям полуострова и уже как к себе домой. Как правильно в свое время отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, что Крым, Севастополь вернулись домой. И мы сегодня видим, насколько это было правильное решение. Мы сегодня видим настроение людей. Мы сегодня видим, какие идут преобразования в Крыму и Севастополе. И это действительно единый исторический, это единый российский народ. А значит, у этого народа есть будущее. И это будущее звучит не иначе, как «Мы вместе». Самара любит Крым! И не менее значимой и для Крыма, и для Самары стала акция «Мы вместе», которую самарские студенты среднего профессионального образования проводят в Солнечной Республике. Ежегодно группами по 50 человек самарские волонтеры отправляются на Черноморское побережье. Они помогают жителям, приводят в порядок памятники, работают на сельхозпредприятиях, участвуют в массовых патриотических мероприятиях, знакомятся с достопримечательностями Республики. Вы откуда? Мы из Самары. Вы волонтеры, все, все нам хлопают, на нас столько внимания прям сразу. И мне очень понравилось то, что крымчане, они очень доброжелательные, общительные. И мне было только удовольствие с ним пообщаться. Хотим вручить этот знак, флаг Крыма, знак дружбы Крымской области, нашего хозяйства и вашей делегации волонтерской Самарской области. Чтобы он был у вас и вместе с флагами России. Всего за лето в Сакском районе смогли побывать 400 самарских студентов-волонтеров. И так уже два года подряд. А дальше к студентам колледжа и техникумов присоединится и высшая школа. Наш регион единственный направляет в Крым группы волонтеров, которые вот так, по-доброму, почти по-семейному поддерживают жителей полуострова. И не менее важно, что новые поколения самарцев будут знать, что Крым – это земля героев и славных побед, всероссийская здравница и святыня. И все это создано для людей, которые любят Крым и знают, что это часть их родины – великой и непобедимой России. А посмотреть в Крыму есть на что. Еще с 19 века в Сакском районе стала складываться санаторно-курортная инфраструктура. Сегодня здесь устойчиво работает индустрия здоровья. Целительная сила привлекает на Черноморское побережье сотни тысяч пациентов, со всего бывшего СССР. Один из крупнейших, пожалуй, самый известный – Сакский центральный военный клинический санаторий имени Пирогова. Реликтовый состав сакских грязей оказывает благотворное влияние на все органы и системы человека. По химическому составу в этих сакских грязях находятся вещества, гормоноподобные, ферментоподобные вещества. Смысл самих этих грязей, кроме того, что проникают особые вещества, в кожу, а значит всасывается и оказывает свое благотворное влияние. Кроме этого, еще грязь накладывается особым образом, то есть слой 3-4 сантиметра. Грязь непростая, она нагревается в этих специальных грязевых бассейнах до температуры около 40 градусов. И эта температура держится примерно 30-40 минут. Что касается традиционной медицины, в Саксском районе полным ходом проводится модернизация здравоохранения. Начались поставки высокотехнологичного оборудования. Самарская область, как регион-куратор, тоже внесла свою репту в оснащение медицины. В качестве помощи из Самары приобретен аппарат ультразвуковой диагностики премиум-класса для акушерского отделения Центральной районной больницы города Саки. Это неоценимый вклад. Конечно, когда к нам приезжал Николай Иванович Меркушкин на открытие этого кабинета, мы, в общем-то, от всех жителей выражали именно ему и в его лице всем жителям Самарской губернии большое спасибо огромное просто от всех женщин, вообще от семьи. Потому что здоровые дети – это здоровая семья, это радость, это всегда хорошее настроение, это светлое будущее. В общем, то, что нужно для нашей страны. Между Сакским районом и Самарской области устанавливаются прочные взаимовыгодные связи. Разрабатываются долгосрочные программы сотрудничества в самых разных сферах и прежде всего в туристической отрасли. Сакский район – это 65 километров побережья Каламитского залива. Индустрия отдыха и развлечений на любой вкус. Работает крупнейший в Крыму аквапарк. По проекту Германа Тильки строится гоночный комплекс для проведения соревнований в топовых мировых сериях, таких как Мото-Джипи и Формула-1. При том, что сам район имеет статус сельского с хорошо развитым аграрным комплексом. Российское правительство строит амбициозные планы по развитию Солнечной Республики с тем, чтобы создать в полуострове по-настоящему райский уголок, не хуже ведущих туристических центров мира. И Самарская область, как регион-куратор, должна сыграть в этом не последнюю роль. Чтобы морские берега, персиковые рощи, целебные источники, духовные святыни увидели как можно больше людей. А гостеприимные крымчане, которые однажды сделали свой выбор в пользу России, знали, что мы вместе. И это ответ миллионов россиян на волеизъявление Крыма.